Большинство трагедий, большинство смертей, связанных с редкими заболеваниями, а в частности с порфирией, можно предотвратить. Наш сайт посвящен истории Насти. Узнайте историю Насти и три возможности, которые были упущены, чтобы спасти ее жизнь. Первая возможность, которая была упущена, это диагностика. Диагностировать порфирию сложно. Посмотрите, что пишет ее муж, Олег из Самары, 22 мая 2012 года. Прошу помощи. Подтвердился диагноз порфирия. Девушка находится в глубокой коме. Остался 5-месячный малыш. Скорее всего, развитие болезни спровоцировало беременность. Первое, что нужно сделать, если вы почувствовали острую боль в животе, сравнимую с ножевым ранением, это диагностировать порфирию дома в домашних условиях. Поставьте банку с мочой на 2-3 часа на солнце. Если моча не изменилась, то у вас не порфирия. Если содержимое стало красным, немедленно отправляйтесь в самую крупную клинику региона. Смогут помочь вам только там. Настю можно было бы спасти, если бы удалось вовремя достать лекарство. Вот что пишет Олег из Самары, 22 мая 2012 года. Одна надежда прокапать хоть одну ампулу для исследования динамикой болезни. Прошу, у кого есть хоть одна ампула, взять нормосант. Откликнитесь. На самом деле, при порфирии счет идет на часы. Человек умирает спустя месяц после начала атаки. Если порфирия диагностирована, региональный Минздрав отвечает за выдачу лекарств. Чтобы получить лекарство, нужен пакет документов. Но существующие правовые механизмы не дают возможности вовремя получить лекарство. Мы создали здесь несколько кнопок. Чтобы получить лекарство, вот здесь собрана правовая база. Здесь для чиновников. Если вы чиновник и хотите помочь больным порфирией, то вы можете это сделать здесь. И для врачей. К сожалению, врачи сталкиваются с порфирией очень редко и практически ничего о ней не знают. Перейдя по этой ссылке, вы сможете понять, с чем вы столкнулись и вовремя спасти человека. И третий пункт. Настю можно было бы спасти, если бы была принята федеральная программа по редким заболеваниям. Подробности об этом программе можно прочитать на сайте spippers.ru. Почему описано законодательство? Потому что, к сожалению, современное законодательство не дает возможности получить лекарство пациенту вовремя. Пишет Олег из Самары. 25 мая 2012 года. Всем спасибо за помощь и содействие. Наша Настя вчера умерла. Не теряйте времени те, у кого это страшная болезнь. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует...